В формате прямого диалога прошла встреча с электоратом города Ташкента кандидата в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Инаятова. В Ташкенте кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Инаятова встретился с избирателями столицы. В мероприятии приняли участие депутаты местных кингашей, актив партии, представители широкой общественности и масс-медиа. Основная цель программы кандидата в президенты республики Узбекистан Улугбека Инаятова – формирование в стране демократического социального государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовластия. Расширение системы медицинских услуг в Ташкенте имеет важное значение. Поэтому мы считаем приоритетными следующие направления – это повышение качества первичной медицинской помощи, особенно в развитии сети оказания квалифицированной первичной медицинской помощи малообеспеченным слоям населения с целью обеспечения прав граждан на охрану здоровья, приближение первичной и специализированной медицинской помощи к населению, пропаганда здорового образа жизни в стране, усиление профилактической работы. Еще один важный момент – усиление государственного контроля в области фармацевтики, принятие закона о государственном регулировании цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Также важно и совершенствование системы получения высшего образования за счет государства, установление размера стипендий в зависимости от успеваемости студентов и их участия в инновационной деятельности. Образование – это высшее право человека. Наша принципиальная позиция в этой сфере заключается в том, чтобы обеспечить равные права и возможности для всех слоев населения. Растущее число населения требует постоянного развития социальной инфраструктуры. В новой редакции Конституции закреплен принцип, что Узбекистан – социальное государство, и, соответственно, обязательства страны в социальной сфере также были расширены. Поэтому считаем, что государство должно изменить систему расходования своих средств. Необходимо усилить общественный контроль за государственными расходами на основе принципа «государственный бюджет – народные средства», который не допускает необоснованных расходов. Мы – сторонники того, чтобы в каждом квартале в законодательной палате Али Мажлиса должен осуществляться контроль расходования госсредств, и должны быть рекомендации по эффективному использованию бюджета. Также необходимо усиление депутатского контроля местных кингаш и народных депутатов над местными бюджетами. Для проведения государством сильной социальной политики в целях полного обеспечения прав и интересов населения необходимо улучшение условий жизни социально уязвимых слоёв населения. В целях законодательного закрепления порядка – определение минимальных потребительских расходов, достаточных для удовлетворения первоочерёдных жизненных потребностей каждого человека. Необходимо принятие закона о минимальных потребительских расходах. В программе приведены такие идеи, как принятие закона о минимальных потребительских расходах. Думаю, в настоящее время это очень актуально. Это один из проектов, который действительно необходимо реализовать. И кандидат уделяет этому направлению особое значение. Также в программе закреплён вопрос о необходимости формирования и утверждения среднесрочных территориальных программ по производству жизненно важных и безопасных продуктов питания и товаров первой необходимости. Необходимо привести эти программы в соответствии с государственными заказами на создание рабочих мест в регионах и программами подготовки специалистов со средним, специальным и высшим образованием. В ходе встречи на рассмотрении был вынесен ряд предложений и инициатив по обеспечению занятости граждан, осуществление всесторонней заботы и поддержки семей, детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью, укрепление гарантий для молодёжи в вопросах выбора профессии, внедрение системы справедливого государственного пенсионного обеспечения для всех граждан. Согласно предвыборной программе, предложено усилить общественный контроль за адресным и целевым получением средств материальной и социальной помощи, выделяемой нуждающимся лицам. Первое направление в предвыборной программе кандидатов президенты от Народно-демократической партии ориентировано на формирование сильной социальной политики. Кандидат в программе особое внимание уделяет необходимости установления строгого государственного и общественного контроля над формированием цен на социально значимые товары и услуги. Это, в свою очередь, послужит сохранению капитала граждан. В фокусе внимания программы – широкое внедрение в деятельность государственных органов механизма, упреждающего выявление проблем, влияющих на социальное настроение населения и их эффективного решения. В то же время необходима система чёткого определения будущих социальных обязательств государства посредством налаживания систематического изучения демографических процессов. Ещё одна важная задача программы кандидата – это образование молодёжи. В программе отражены конкретные меры. Одно из них – совершенствование системы получения высшего образования за счёт государства. Государственная поддержка получения образования отдарённым детям из малообеспеченных семей. Большое внимание уделено образованию. Ведь будущее – это наша молодёжь. И особое значение имеет то, как мы их сейчас воспитываем. Мы должны задаваться вопросом, как будет выглядеть рынок труда, насколько квалифицированные будут специалисты. И в настоящее время необходимо создать для них все условия и возможности. Молодые люди, в свою очередь, воспользуются ими, и мы верим, что в скором времени достигнут больших высот. И я призываю всех жителей не быть равнодушными и 9 июля принять активное участие в выборах президента Республики Узбекистан. Особого внимания заслуживают выдвинутые идеи относительно Института гражданского общества. Это и расширение непосредственного участия их в госуправлении, повышение общественной активности Института гражданского общества путём поэтапной передачи им функций государства, а также оказание социальных услуг лицам с инвалидностью на основе социального партнёрства, развития системы Махали, как наиболее эффективной и справедливой формой решения проблем населения, обеспечение её полноценного участия в решении административных, социальных, экологических, культурных и других вопросов. Одно из важных направлений кандидата – это развитие экономики. Обращено внимание на сохранение активной роли и участие государства в экономике. В этой сфере приоритет отдаётся дальнейшему развитию отрасли. Безусловно, подчёркивается, что деятельность в этой сфере осуществляется на основе социального равенства, поскольку деятельность в этом направлении и участие государства непосредственно устраняет социально-экономическое неравенство между разными группами населения. На встрече кандидат ответил на волнующие вопросы избирателей. Выступившие активисты партии поддержали предвыборную программу Улбека и Наятова – кандидатов президента от Народно-демократической партии Узбекистана и призвали всех активно участвовать в предстоящем важном политическом процессе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ